Настоящий мемориал формируется в Заволжском районе Твери. Туда приходят как горожане, так и туристы. Речь идет о Волынском некрополе. Это одно из старейших кладбищ города, конца 18-го, начала 20-го веков. После революции оно постепенно превратилось в пустырь, но благодаря волонтерам теперь там удалось создать мемориальный комплекс под открытым небом. Какие новые открытия были сделаны в нынешнем сезоне, выяснил наш корреспондент. Вот уже четыре летних сезона на Волынском кладбище кипит работа. Команда волонтеров из жителей Соминки, вооружившись лопатами, граблями и пилами по выходным, отправляются очищать территорию от зарослей и мусора. Главный инициатор – местный житель Владимир Пимонов. Общими усилиями добровольцы вывезли с кладбища тонны мусора и достали из-под толстого слоя земли и забвения около 50 уникальных надгробий. И даже установили личности под ними похороненных. В этом году тоже были открытия. На этом месте была похоронена Зоя Арсеньевна Осокина. Это бабушка одного из наших добровольцев. Не сохранился памятник тех лет. Да и был ли он? Мы уже из камня выпилили самодельный. Зоя Арсеньевна погибла в 43-м году. Летом волонтеры заняты уборкой, а зимой – архивными бумагами, собирая по крупинкам сведения о судьбах тех, кто покоится на Некрополе. Ведь там немало выдающихся, но забытых временем и историей личностей. Именно так удалось узнать и о судьбе той самой 16-летней Зои Осокиной. Она поехала на расчистку Мигаловского аэродрома в 43-м году. И когда ехала обратно, вывалилась из машины, ударилась головой и погибла. Герой, конечно, не на войне погибла, но она тоже вкладывала свой посильный труд в победу. Сколько погибло тружеников здесь в 16-17 лет. Кроме того, на Волынском кладбище приведена в порядок могила участницы войны Фаины Жбановой. Вообще, на Волынском нашли свое пристанище с конца 18-го по середину 20-го века сотни тверичан, внесших вклад в развитие города. Это меценаты, политики, священники, юристы, архитекторы. Одни захоронения удалось установить, а другие нет. В честь них планируют поставить поклонный крест. Моя такая идея, что никто из умерших жителей Твери не должен быть забыт. Мы не можем, конечно, их всех упомянуть. Ну вот, хотя бы обозначить. Предстоит еще много работы. Поэтому волонтеры всегда будут рады дополнительным рукам. Особенно нужны умельцы, работающие с камнем и художники. Любая помощь будет ценна, даже консультация. Ведь ремонт уникальных жертвенников и надгробий требует знаний. Участвует в субботниках и депутат округа, где расположен некрополь Дмитрий Нечаев. Он отметил, что инициатива граждан не осталась незамеченной со стороны властей. Это уже стал такой мемориал, куда приходят туристы. Многие тверичане приходят с такими же культурно-познавательными целями. Огромное спасибо, конечно, энтузиастам, которые, можно сказать, возродили его. Ведутся переговоры с некоторыми правительственными структурами, которые, в принципе, тоже, конечно, проявляют интерес к этому объекту и готовы. Ищутся подходы, как можно это организовать, профинансировать, чтобы организовать и павильон сделать для хранения артефактов, которые поднимаются из земли, и для того, чтобы, конечно, очень важно сделать ограждение. В этом году также был установлен информационный стенд. Так, благодаря инициативе Владимира Александровича и жителей района, у города появился еще один исторический объект, которым не каждый регион может похвастаться. Он привлекает внимание горожан и туристов. Здесь начали проводить экскурсии и лекции. Здесь устраивают поэтические вечера и тематические фотосессии. И если бы не инициатива граждан, то здесь был бы по-прежнему пустырь, который все обходили стороной. И, наконец, самое главное, этот мемориал имеет не только большое культурное, познавательное и историческое значение, а еще он дань благодарной памяти тем нашим предкам, чьими усилиями создавался, оборонялся и прославлялся наш древний город. Все это важно и для нынешних, и для грядущих поколений. Ведь, как говорил великий русский ученый Михаил Ломоносов, народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего.